Сегодня мы с вами научимся делать легкие линии прэш-мэйкап и в конце вебинара я покажу вам, как один яркий образ мы можем превратить еще в другой яркий образ и как выдаюсь, я работаю сначала с бровями и глазами то есть я оформляю сначала глазки и дровки, а потом только перехожу к лицу начнем с бровей, сейчас в тренде не графичные и не четкие бровки а натуральные пушистые бровки, а пушистые бровки обычно оформляют тушью для бровей я использую тушь для бровей второго тона именно правильное направление когда вы в правильном направлении зачесываете бровки и прокрашиваете их это создает эффект вот этих вот пушистых трендовых бровей также когда бровки у вас не слишком четкие, а слишком графичные это создает такой более омолаживающий взгляд сейчас я не использовала карандаш то есть оформила бровки только тушью мне хочется все равно сказать пару слов про карандаши бренда Тианде дело в том, что они вообще у нас выпущены в таком правильном свете потому что многие бренды почему-то выпускают средства для бровей в таком красно-рыжем подтоне у нас же карандаши в серо-корейневом подтоне и также мне нравится сама форма карандаша сейчас я вам покажу кисти для прокрашивания бровей кисти, они идут вот такие скошенные, острые и бренд Тианде выпустил наши карандаши именно в форме кистей для прокрашивания бровей это очень классно потому что ими пользоваться очень легко и опять же замечу, что очень правильные цвета в карандашах бренда Тианде здесь, значит, мы использовали только тушь и еще один штрих, не маловажный это если вы хотите больше выделить бровки или, допустим, убрать какие-то неправильные линии и сделать бровь более изящной вы можете использовать 196-й карандаш и снизу провести вот такую линию вот так вот, больше выделить бровки вот а потом эту линию расписывать вот а потом эту линию расписывать бровь не будут четкими и графичными но в то же время изящными и выделенными так бровями закончили переходим к плодам во-первых, я хочу отметить мой фаворит среди вообще всех с ними бренда Тианде это фаворит комплимент ньют для натурального макияжа здесь, по-моему, видно насколько активно я пользуюсь этими тенями потому что здесь очень правильно на мой взгляд крайне удачные оттенки не только для дневного макияжа но и для натурального вечернего макияжа номер карандаша это хочу ответить вере номер 42 карандаша для бровей более темный и более светлый вы его значит ставите по формате брови брови будут плоскими давайте я прокрашиваю покажу вам почему они не будут вы имеете ввиду карандаш именно вот такой формы нет во первых когда вы прокрашиваете брови когда вы прокрашиваете брови вы всегда можете как я уже показала 196 карандашом убрать ненужные эти длинные негативные вот я немножко прокрасила верхнюю часть карандаш и если вы где-то хотите вы как я уже сказала можете использовать 196 карандаш его по ней ученицы кстати называют карандаш его можно во многих целях использовать на самом деле я уже покажу это тоже мы говорили о тенях комплимент для натурального макияжа тени комплимент я как уже говорила крайне удачные оттенки мне очень нравится ими можно благородный образ и дневного макияжа и вечернего макияжа так как здесь есть темная тенка еще хочу отметить что когда я провожу курсы макияж для себя я предоставляю выбор для своих учениц выбор ученицам где они могут попробовать и профессиональные тени и тени люфтовых брендов пьян и поверьте мне многие из них останавливаются на тенях пьян 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 многие ученицы останавливаются на тенях пьян 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 такой чтобы она хорошо растушевывалась легко растушевывалась вот и наши тени именно вот эти вот матовые тени очень часто растушевываются они такой знаете сатиновой текстуры и очень легко растушевываются не слишком такие как я уже сказала татиновые текстуры и растушевывать мне одно удовольствие теперь по поводу мы сейчас говорим о базе под тенях в качестве базы я здесь и на курсах мы использую и рекомендую увлажняющую тональную основу в данном случае мы можем использовать тональную основу тиши он увлажняющий и крем-пудрю тиши он увлажняющий и на нем идеально растушевываются без дневной тени в данном случае в данный момент мы можем использовать наш кушон он тоже увлажняющий сейчас я его нанесу вместо базы под тени для тишины он тоже увлажняющий и на нем тоже тени должны легко растушевываться не рекомендую матовую текстурой в качестве базы потери потому что на нем может всегда растушевать так давайте мы сейчас возьмем средний оттенок я в основном использую светлый матовый оттенок средний и темный сейчас давайте начнем со среднего оттенка берем пушистую расписовочную тексту и вот такими движениями создаем легкую дымку смотрите как они расписовываются когда тени очень скидки обычно при расписовке они встают грязь то есть такая получается грязная расписовка когда тени 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 текстура тени очень сухая сейчас мы создали легкую дымку и на крайний уголок глаз добавим еще более тонкого оттенка для глубины гляда так мы сейчас работали вот среди оттенок сейчас я перехожу на более тонкий оттенок и ставим его именно на внешний уголок на ресничный край для глубины гляда здесь все хорошо видно подставили черное оттенок теперь все это делаем просто расписываем у нас не должно быть четких границ как макияж будет выглядеть дорого и благородно мы в данный момент делаем трехлетний фреш мейкап оттизающий поэтому я не буду использовать подводку переходим сразу к туши тушь я использую мега подключивающие это тушь которая если у вас вроде жидкие и прямые то эта тушь очень нужна у меня жидкие и не подкручивающиеся реснички и это тушь для меня просто находка так как она не дает объем и подкручивается и легко смывает ее что еще нужно нашим ресницам и вот такая дебообразная шеточка если вы приобретете эти тушь то точно не прогадаетесь так и так это очень круто выглядит на самом деле на камере это не видно камера мутбук поэтому качество соответствующее да так сейчас мы на этом остановимся так пока и перейдем к кресту знаете многие женщины которые ухаживают за собой всегда хотят именно на сияющую здоровьем свежую кожу если у вас нет такой если у вас будет одержанная или неухоженная кожа то есть решение потому что наш увлажняющий тушон делает его знаете такой напитанной увлажненной и также она придает сияние и когда вы ее наносите такое ощущение что вы утра до вечера только не занимаетесь тем кто ухаживает за своей кожей знаю что опять же у нас в камере все это не видать но поверьте мне это действительно это моя самая вещь одной из удачных приобретении принохода это диди кушон это значит он защищает прямо это нужное приобретение так же весь этот период потому что он защищает от солнца он увлажняет он передает сияние может даже при долгом уходе за кожей моментально придает сияние я вообще называю его скорой помощи а если вы под него нанесете еще крем сенсацию тогда вообще бомба у вас на мероприятии просто нельзя занотягивать в очистком молодежи если нанесете под тихон крем сенсацию он моментально освежает глубина мужчины исчезает и лицо просто подтягивает встает в дикторике есть ли какой-то немного отведывающий для крем крем у нас получился достаточно знаете сдержанный дневной образ поэтому давайте сделать яркий я не пользуюсь помадами потому что я в восторге от карандашей бренда Циандель они ложатся намного лучше чем помады именно вот эти карандаши двусторонний дом это первый дом восемьдесят девять девять самый лучший красный оттенок который я встречала и знаете здесь такая текстура во-первых она ложится очень гладко и она стойкая но в то же время не пушит увлажняющая вообще само понятие увлажнение и стойкость это две разные вещи но в этом карате и углажнение и стойкость разумеется бутки должны быть уже подготовлены и увлажненные перед тем как вы нанесли карандаш вы можете кстати проверить попить чай покушать удостовериться в стойкости этого карандаша подождать все подождать он на губах очень идеально очень гладко а мои ученицы называют его карандаш помада что он наносится так у вас, как вы стали наносите помаду было бы здорово, если бренд ЧАНД выписать его в таком же качестве более модный цветный красный поддаем немного объем и этим же карандашом пройдем обувы еще раз и и и и и и и и и Так, первый образ, в принципе, у нас готов. Такой образ, знаете, за 5 минут. Теперь второй образ у нас, я постараюсь его сейчас показать, не знаю, как будет видно на камере, а для этого сейчас у нас получился более держанный образ, если не краскарный вид. И на этот держанный образ, на нижний контур мы могли бы нанести яркий карандаш Эмерон. Это 34, либо 35 карандаш. Так, один минут. Это создает, ну, скажем, такому более обычному образу и и принцессу в этом карандаше. Так, карандаш я уже все сказала. Убираем гуски. Сейчас будут другие. Убираем гуски. Мистерлярка. Без парагена, дисплеца, геродушек. Безопасная. Убки у нас будут более мудовые сейчас. Мы берем яркий карандаш, либо 34, либо Эмеронт, более изумрудный. И нижний век прокрашивает не только века, но и силицию можно будет прокрасить, чтобы макияж наш, ввязанный натуральный, скажем так, не был сучным. Вот так надеюсь. Видно. Закрашиваем нижний ресничный контур и ввязанный. Вот эта гитара издаёт нашему макияжу какой-то из-за этого влезненного построения. Не забудьте прокрасить нижний ресничный, что это очень раскрывает ласки. И можно будет в, так сказать, во внутренний угол глаза нанести вот этот оттенок. Души нервные, а не матовый. Он с таким дрезком немного. Но опять же, в этих стенях, в этой палетке стены не слишком скричащие, блестящие, а более взглядомые. в этой палетке. Очень интересный благородный цвет. Розовый серийный такой. То есть это верхний верхний такой, знаете, в оттенках коричнево-розовых оттенках, а нижняя часть изумная оттенка и в реальности эта часть очень-очень интересная. Несущность какой-нибудь реально. Прокрасим вот здесь и карандашом номер восемь. Один из моих любимых карандашей тоже для низовых цветов. сейчас в тренде опять версии для Google в 2016 году. Здесь сейчас используют звезды для Google сенсор в номер внутри. звезды для Google всегда передают ответы вам губам. Также именно звезды для Google я очень удивилась не собираются в этих в шестях и эти башни важные работы. Смотрите от стенок на мой взгляд самый трендовый, самый модный. у будет положиться для букв 25 губов. с и еще один момент если вы при прокрашивании контура буквы сделали какую неправильную линию также можете убрать карандашом комфинером 196 не 0 1 и так как у нас лето на комфорт будет в секунду пройтись по зоне запеченной пудры пудры про компонс знаете вообще про пудры что хотела сказать обычно когда кожа не называются такой сияющей кожей под данным сиянием и когда мы наносим на кожу на тональный крем пудру пудра всегда приглашает это сияние но не наша запеченная пудра так как в этой пудре есть еда также натуральные ингредиенты но это другая история сейчас я хочу сказать что это пудра не превышает сияние так как она сама идет сияние и это не только средство это не только декоративное средство но и уходовое так как есть в плане ингредиенты сияния вот этим образом мы закончили наш вечный пресс-кап я показала вам два образа более зернанными но яркими дубами и таким ярким и с методами дубами спасибо большое за внимание надеюсь наш вебинар будет для вас до 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 ник надеюсь у